Если у тебя семейный врач, мягко говоря, недалекий, то это на всю жизнь. И ничего ты не поменяешь. Пойти за взятку к другому врачу не имеешь права. У тебя взятку не возьмут, надо через третье лицо давать, и сразу троих еще могут посадить. А у нас, в Варьке, например, консультация любого профессора 100 гривен. Мы шикарно живем с вами, дорогие мои, я вам точно скажу. Или, например, вот они соображают медленнее, белорусы. Почему? Потому что они доверяют все-таки государственной медицине. Говорю, доверяете медицине? О, доверяем. Ну, там Лукашенко все любят, это факт, я точно знаю. Это все по телевизору показывали бред. Он там народный президент, это реально. Он людям работу как бы обеспечивает все. То, что он молодец, ничего не могу сказать. Но, сидит человек, который верит в государственной медицине. Четыре инсульта. Говорю, объясните мне. У вас был инсульт, да. Полечились бесплатно, да. Хорошо, да. Реабилитацию прошел, да. А что второй случился? Не знаю. Хорошо, второй случился. Полечился бесплатно, да. Хорошо, да. Реабилитацию прошел, да. И что тебе сказали? Что не сказали? А что третий случился? Не знаю. Говорю, слушайте, уже как бы люди поняли, о чем речь идет. Говорю, сколько инсультов, вот у вас четыре. Сколько ты должен инсультов шарахнуть, чтобы ты понял, что эта медицина, хоть она и бесплатная, она тебя не может предохранить от пятого инсульта, от шестого инсульта и от смерти, в конце концов. То есть вот там, знаете, как приспаны. У нас, говорю, на Украине, вот человек поставил такие условия спасения удопающих. И вот здесь мы, я вам скажу, счастливее всех на свете. Вот на Украине, вот может вы не знаете просто, я побывал на всяких странах, посмотрел на ситуацию в медицине. Да не хочу я никакой страны, я буду жить в Украине. Вот тут хоть все понятно. Понятно, кому деньги дать, понятно, что тебя ждет уже, понятно. Понятно, кому ты нужен, да? Кому ты нужен? Никому не нужен. Вот ты так быстрее греби, давай быстрее принимай решение. А там, знаете, государство тебе будет думать. Да, когда оно тебе вспомнит, подожди еще. А у нас на Украине хоть все понятно. Вот в России было, они так с страхом спрашивают, как у вас там на Украине, вы еще живые. Я говорю, не дождетесь, слушайте, мы такое вообще тут пережили. У нас закалка титановая, нас вообще ничем не возьмешь. У нас последние же выборы были президента. Вы же вспомните эти настроения, когда люди спрашивают друг друга, а кого выбирать? Меня спрашивают, кого ты будешь? Я говорю, мне отстаньте все, выбирайте хоть кого угодно, хоть обезьян туда посадите. Если только жить не мешайте, мы же научились жить без власти, там и так далее. Это у нас на Украине. Мы такие вот, знаете, ну это я вас немножко ободрил, да? Ободрил, нет? А то, что думаете, что тут хуже всего. Ну вы не видите других жизней. Мы только жить научились. Потому вот и у нас как бы и Нугабест получается, я бы сказал, лучше, чем в других странах. Потому что люди понимают, что вот если ты ничего не решаешь сам о себе, и пусть о тебе думают кто-то. Если ты найдешь этого кто-то, который о тебе будет думать. Потому возвращаюсь теперь уже в Нугабест. Смотрите, у вас здесь читают презентации. Меня сегодня пригласили, тоже говорят, надо будет рассказывать, на вопросы отвечать, да? Уже вопросов не задавали? Кроме всего прочего. Потому вот это время, когда вы посвящаете время узнать о своем здоровье. Вот вы его тратьте эффективно, всегда. Я не знаю просто, как у вас на презентациях происходит. Но я бы в залах, например, где на презентации встают, ходят, гудят, шумят, шарурят пакетами. У вас такого нет? Это очень правильно. Потому что, например, сидит человек, и он хочет узнать, как температуру включить при гипертонии. Очень сложный вопрос я вам скажу. Какую температуру? Вот вы знаете, какую включать? Какую? 70, да? При гипертонии 70. Это сложный вопрос, надо разобраться, как, почему, например. А кто дальше шарурнит пакетом в это время? Ну и все, и прозевал. Прозевал, значит попал. Попал. Потому на презентациях, вот, хорошо было бы. Я думаю, что сегодня вы шуметь не будете, да? Нет. То развернусь уеду, Лозова недалеко. Я знаю, тут через Лозовую и на Харьков. Я в курсе дела. А мы рейс закроем, не выпустим. Прямо мы ехали сюда, но очень неудобный такой поезд. Ночью идет. Хорошо.